Йо, с вами Борис Ордин. Тема Терминатора никак не отпускает канал Объект, не так ли? Наконец-то полностью прошел игру Terminator Resistance, ставшую для многих фанатов франшизы настоящим подарком. Так что теперь могу абсолютно взвешенно поделиться своим мнением о том, что же это такое было. Достойный проект или все-таки проходной шлаг? Думаю, ни для кого не секрет, что вселенная Терма на данный момент скорее мертва, чем жива. Все четыре полнометражки после диалогии получали неоднозначную критику, а четвертый и шестой фильмы и вовсе с треском провалились в прокате. Соответственно, вполне логично, что игроделы без особого энтузиазма погружались в гибермир, ведь затраты на производство еще нужно окупить. А кто будет заносить кучу бабосиков для полумертвого франчайза? Вот-вот, так что всем игрокам нужно сразу принять один факт. Триплэй проекта, уровня колды или батлфилда по терму можно даже не ждать. Мы все-таки в капиталистическом обществе живем как-никак. И вот если принять этот досадный момент заранее, то можно избавить себя от кучи завышенных ожиданий. Ну типа Феррари на заводе Лады не построишь, тем более по цене Лады. Хотя Терминатор Резистанс за прям бесценок и не продают. В любом случае, садясь за игрушку, нужно помнить, она дешевая и из этого вытекают все ее проблемы. Но критично ли это? Давайте разбираться. Ну и начнем со слабых моментов. Уже в самом начале визуал может отсеять ценителей запредельной графики. Она неизбежно устарела на несколько лет, и это сразу же бросается в глаза. Однако тут мы возвращаемся к уже упомянутой низкобюджетности, которая объясняет отсутствие крутых фишек. Мои постоянные зрители на стримах прекрасно знают, что лично для меня графон – показатель второстепенный. В те редкие моменты, когда я во что-то играю, это могут быть и совершенно древние проекты, созданные в начале 2000-х. Конечно, приятно, когда картинка сочная, красивая, да и вообще фотореалистичная. Но это не настолько важно, как для многих других геймеров. Лицевая анимация получилась сносной, а то, что всякие там взрывы выглядят посредственно, да и в текстурах полигонов сильно не хватает, ну что тут поделать. Частично вытекающая из предыдущего пункта проблема интерактивности. Она, в отличие от графики, расстраивает гораздо больше. Дело в том, что мир сопротивления абсолютно статичен. То есть да, там есть порывы ветра, тени, роботы шагают, напарники бегают, но воздействия на окружение практически отсутствует. Все, что ты можешь сделать, это взорвать стену строго определенного типа в строго отведенных для этого местах. Или подорвать двери прицепа. И конечно плазменный контейнер из Кайнд. Зато предметы мебели здесь абсолютно непробиваемы. Как и окунные стекла, фонари и даже бутылки со всякой аналогичной мелочью, которую в каждой уважающей себя современной игрульке стараются сделать подвижной. Таким образом, имея в руках мощный плазмомет, ты можешь повредить врага из прочного гиперсплава, но не обычную лампу. Это делает происходящее более искусственным, чем устаревшие шейдеры и светотени. Уничтоженные противники вскоре исчезают, оставляя после себя небольшие остовы, необходимые для обыска, а порой и вовсе спаряются без следа. Очень странно, знаете ли, разнести на части огромного робота, отвернуться на секунду в сторону и наблюдать пустое пространство вместо большой дымящейся кибертуши. При этом у инфильтраторов есть возможность сжигать одежду и плоть, обнажая эндоскелет. А от взрывов восьмисотки теряют как оружие, так и конечности. Вот таких моментов хочется гораздо больше, чтобы они на все распространялись. Хотя безусловно, даже в высокобюджетных играх, ориентированных на хорошую разрушаемость всего и вся, в одиночных кампаниях она ограничена, дабы имелась возможность элементарно продвигаться по сюжету. Но банку подстрелить с характерным звуком, это же святое дело. Интерактивность в мелочах очень важна, а здесь с этим полная беда. Оптимизация. Без технических ошибок не обошлось. Изначально все подвисало при обшаривании роботов и ящиков. Пришлось добавлять в текстовый файл несколько строчек кода, чтобы это исчезло. Причем я играл версию 1.030, где типа подкрутили интеллект противников. Даже не знаю, по мне так они прямолинейные и дуболомные. Это ж какие ребята изначально были. Пару раз видел моменты, когда эндоскелет просто не двигая конечностями съезжал в сторону, как на скейте, но это мелочи. В остальном, загрузку уровней хотелось бы побыстрее, с учетом качества графики, потому как дело явно в оптимизации. Можно еще посетовать на официальный русский перевод, который не только выпустился позже, но еще и уступил фанатскому, ибо я попробовал оба варианта. Теперь давайте перейдем все-таки к более радостным вещам. Музыка. С чем с чем, а с ней у Resistance порядок. По большей части это не что-то прям оригинальное, а ремиксы темы с дилогии. Причем в большей степени из первой части. Однако сделаны они хорошо. К тому же электронные мотивы это дань оригиналу, а там атмосфера в чем-то даже переплевывает раскрученный сиквел. В расслабленные моменты играют спокойные и даже лиричные мотивы, а во время экшена уже напряженные. Правда, без ложки дегтя не обошлось и тут. Переходы сделаны резкими, без плавностей, как в том же Dead Space. Только что была одна тема, и тут раз другая, как в каком-то обрезанном плейлисте. Пункт, который для меня главнейший. Геймплей. Если интересно играть, значит цель достигнута. Так вот, мне было интересно. Сопротивление решило смешать жанр шутера с элементами RPG, отчего появилось как прокачка героя, так и небольшое улучшение оружия, плюс крафт предметов. Именно последнее заставляет обшаривать все закутки, в которые навряд ли пошел бы просто так. Если начистоту, что сборы и создание предметов, что прокачка себя и пушек довольно одноклеточные. Глубины настоящей RPG, разумеется, нет и в помине. Но, много ли вы знаете фпс, где это так? Мне вспомнилась серия сталкера, а там все реализовали довольно рудиментарно. И это нормально, шутан есть шутан. К тому же, очень легко освоиться, а это немаловажный фактор для погружения. Стрельба сделана хорошо, как у огнестрела, так и у плазменных орудий. Разве что, хотелось бы вариации хотя бы с прицелами. Мне, например, не нравится смотреть в красный визор, который даже невозможно снять. Прикольно, что начинаешь ты с бесполезным пистончиком. И вообще, до плазменных орудий еще нужно дойти. Из-за этого меняется баланс. Сначала ты можешь одолеть только примитивных дронов. Затем буксуешь с продвинутыми. Далее получаешь плазмометы, уравнивая шансы. Но появляются более серьезные противники. И ты уже ищешь способ лучше одолевать именно их. Конечно, это делает бесполезным огнестрел во второй половине. Стоило разных ситуаций вводить до самого конца. Время от времени, лишая игрока его преимуществ. Ради скрытного прохождения. А вот очки с рентгеновским зрением элемент спорный. Дело в том, что они позволяют видеть противника сквозь стены. И вообще любые твердые предметы. Давая над ним тактическое преимущество. И так как зачастую стелс для прохождения предпочтительнее. Приходится смотреть на мир сквозь зеленое видение. С шагающими в воздухе роботами. Кому-то из игроков было даже напряжно. Когда ты вооружен простой винтовкой. И мало что можешь сделать расхаживающему рядом эндо. Но спрятавшись в безопасности. И прекрасно видя маршрут жестянок. Мне это чем-то страшноватым не казалось. Я понимаю, зачем разработчики добавили такие очки. Но лучше б не косили под сплинтер сел. А дали возможность как-нибудь выглядывать из-за укрытия. И больше бояться бойцов скайнет. К тому же рентген вообще не по лору терма. Вот в хоррере Alien Isolation кошки-мышки с ксеноморфом и синтетиками реализованы по-настоящему пугающе. И далеко не всемогущие датчики движения прямиком из кино лучше сработали на общую атмосферу. Взлом отмычками обычных замков выглядит конечно странно. Ведь проще сломать или подстрелить. Но это просто игровая условность, которую принимаешь. Хакинг электронных дверей, турелей и компьютеров реализован в виде ненапряжной мини-игры, которая совершенно не раздражает. На худой конец возможен автоматический взлом с помощью реквизированного чипа. Взаимодействие с персонажами элементарное. Несколько героев дают основные задания, а другие дополнительные. Как правило одно-два на миссию. С одной стороны маловато. С другой же вспоминаешь, что слишком масштабно все реализовать не дает бюджет. В целом миссии коридорные, даже когда действие происходит на поверхности. Нам не дают бегать где хочется, всегда есть ограничения. Тем не менее, порой добраться до нужного места можно даже более чем одним способом. Хотя до вариативности Deus Ex еще есть над чем работать. В целом геймплей зашел. С нюансами, но зашел. Здесь крадешься, здесь палишь, здесь общаешься, здесь исследуешь. Забавно сравнить с игрушкой по Салвейшену, вышедшей на добрый десяток лет раньше. Там не было прокачки и крафта, зато для разнообразия вводились миссии по катушке на транспорте. Баги, поезд и даже танк. В сопротивлении, на удивление, ничего такого нет. Только передвижение на своих двоих. Непонятно в чем дело. Нежелание отходить от концепции бродилки, либо нехватка человека часов. И все равно, спасение проигрывает во всем, даже несмотря на наличие своих заскриптованных поездок. В игру интегрирована минимальная вариативность, от которой частично зависят концовки. Так что есть стимул для реиграбельности, но обольщаться не стоит. Выбор совсем скромный. Ну и напоследок про сюжет. Авторы решили дать поклонникам Терминатора то, чего они уже давно ждут. Полноценные приключения в постапокалиптическом мире диалогии. И то, что создатели сами являются большими фанатами детища Джеймса Кэмерона, ощущается буквально во всем. Истории, многочисленных отсылках, дизайне униформы, оружия, Терминаторов и даже в общей визуализации. Синитана Форевер. Причем добавили кучу своих идей, которые вполне можно вписать в этот мир. Сюжет преподносится как через диалоги персонажей, так и через закадровые комментарии главного героя. И на локациях разбросано небольшое количество заметок выживших. Последние, к слову, в Безумном Аксе реализованы поинтереснее и в большем количестве. Там даже фотографии вариации финала выполнены в виде озвученных картинок, как в Сталкере Зофф Припяти. С видеороликами решили даже не заморачиваться. Если говорить про основную сюжетную канву, то она приятно удивила. Там нашлось место не только последовательным событиям, но и интригующим моментам. Неплохо для игрушки, которая изначально называлась Terminators the Video Game. Впрочем, непонятно, зайдет ли это сторонним игрокам. Которые не шарят во вселенной. Устаревшая графика, сильно ограниченная интерактивностью, наверняка отпугнет разбалованных геймеров, привыкших к более качественным проектам. Из-за дешевизны тут им делать просто нечего. Игра в целом сделана для хардкорных фанатов, и это ее диагноз. Отсылки к франшизе крайне многочисленные, только успевай считать. Хотели пострелять из пушки терминатора, которого играл Франко Коломбо? Без проблем. Подорвать вражескую технику здоровенной бомбой, как у Кайло Риза? Не вопрос. Быть может погреться у горящего телевизора? Разумеется. Причем идеи взяты не только из дилогии. Восьмисотых, например, можно вырубать задним ножом, что напомнило повреждение Т-600 в четвертом фильме. Мир после судного дня воссоздан с большой дотошностью и любовью, да и исследовать его приятно, тем более под знаковые мотивы. Для фанов игра будет хороша, если забыть про ее технологическую устарелость. Для всех остальных сопротивление это однозначно категория B, так что даже нет смысла им начинать. Прикольно, что первый фильм в свое время также снимался как B-Movie, а в итоге вот как получилось. Я прошел Резистанс с удовольствием и минимум пару роликов по нему еще сделаю, ибо определенно есть что обсудить. А теперь хочу услышать ваше мнение. Что вы думаете? Поделитесь в комментариях. Поставьте лайк, сделайте репост и подпишитесь на канал Объект. Это лишним совсем не будет. Пока. Субтитры подогнал «Симон»